Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Давно я не зажигала во время записи благовония. Недавно кто-то меня в комментариях спрашивал про мой любимый запах. Наверное, мой самый любимый запах. Вообще, что касается запахов, я люблю такое в моменте. Меня приходит, накатывает, скажет, что какой-то один любимый. Нет, я не могу. Но то, что я сейчас зажигаю, вот эту благовонию, называется Пало Санто. Это священное мексиканское дерево. А им пользуется только после того, когда оно умирает. Когда оно умирает, оно начинает издавать такую некую благовонию, очень приятную. Вот это вот один из самых моих любимых запахов. Прям очень-очень нравится. И сегодня, наверное, в тему расклада мне захотелось вот прям этот запах ощутить. Итак, какой расклад мы будем сегодня с вами делать? Что-то я делась так потеплее, у нас как-то похолодало опять неожиданно. Называется он «Шепот за вашей спиной». О чем он? Что о вас думают? Здесь, скорее всего, не про сплетни, потому что я не тот человек, который будет рассматривать какие-то сплетни за вашей спиной. Но это вообще не мой уровень. И мне кажется, это не столь интересно, например, для меня в понятии развития души. Здесь, скорее всего, я бы сказала, общая энергия. То, о чем шепчет. Здесь может быть не только что-то негативное, а здесь может быть тот след, который вы оставляете, так скажем, за своей спиной. Наверное, что-то в таком формате мы будем читать сегодня в поле. Но опять-таки, как говорится в пословице, я предполагаю, а Бог располагает. То есть как пойдет, так пойдет. Выбирайте позиции. Боже, какой запах, кто еще не пробовал, купите, не пожалеете. Хотя на запахе, если еще в цветах как-то люди могут сходиться, то в запахах это вообще такая удивительная вещь. Пока я мешаю колоду, скажу, что научно уже доказано, что мы выбираем, мы как женщины, выбираем себе в партнеров тех мужчин, которые нам подходят по запаху. То есть вот это вот наша животная природа, да, ко всему принюхиваться. То есть мы не рациональным умом выбираем себе партнера, а мы, как правило, выбираем тех партнеров, у нас же все это в голове проходит. А мозг это что? Это все возможные химические процессы. Так вот, мы выбираем себе партнера по запаху. Просто я сейчас вспомнила, да, по запаху эксперимент такой проводили, что, если я не ошибаюсь, да, в спортзале несколько мужчин одевали футболки, вот, и потом просили женщин выбрать вот что под запаху, да, какая вот футболка вам близка. И, как правило, совпадало именно с партнерством. Это не про то, что как пахнет пот, а это вот именно про то, что что-то такое свое родное, да, и знакомое. Поэтому, как говорится, принюхить, да, даже такое выражение, да, принюхаться к этому человеку. Вот такие вот интересные мысли по запаху. У меня, по-моему, очень напоминает такие, знаете, какие-то французские духи, такие очень легкие. Не знаю, очень мне нравится этот запах. Причем про это дерево написано, что, как правило, его выбирают по запаху, да, люди как раз-таки, которые более так духовно ориентированы. Кстати, в ближайшее время сделаю расклад, который меня попросил Константин, как раз-таки по духовному и материальному, да, более раскладывать на одну позицию, более так глубинно рассмотрим эти миры и, в конце концов, поймем, как связать эти два мира. Ну, мне так кажется. Итак, хорошо, достаточно поговорила, вы уже понимаете, что иногда, если я говорю, это мне нужно просто для сынастройки. Позиции вы видите, давайте приступим. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. Два вопроса у нас будет всего лишь. О чем шепчется за вашей спиной? Начну с колоды Таро привидений. Почему-то вот все, что связано с духами, да, она хорошо подходит. О чем, о чем, о чем, о чем шепчется за вашей спиной? Десятка жезлов. Знаете, тот след, который вы оставляете за собой в поле, на данный момент он считывается, как некая такая усталость, тяжесть, когда здесь такое ощущение, что вот вы проходите какой-то путь по достижению своей цели. И всегда наступает такой момент, когда мы устаем, когда нужно передохнуть. Вот здесь вы, хочется сказать, как будто пахнете усталостью. Знаете, такой след, как будто, вы знаете, на снегу человек идет и вот прям проваливается всей ступней. Не такой легко проявленный, а такой достаточно глубокий след, да, показатель того, что ноша ваша слишком велика. Поэтому первое, что могут люди сказать, что вы, скорее всего, устали, устали вот здесь, усталость. Да, и четверка кубков. Скорее сейчас что-то происходит в вашей жизни, когда, знаете, вот прям реально хочется передохнуть. Хочется сесть где-то на опушке леса и просто сидеть. Причем не о чем-то там созидать, либо размышлять, фантазировать. Нет. А вот просто, знаете, у меня такое ощущение, что хочется мышцы расслабить. Здесь есть такая самая простая практика по расслаблению. Это когда ты на несколько секунд сжимаешь свое тело, прям вот напрягаешь до предела. До предела, причем все-все абсолютно мышцы, знаете, руки, ноги вот так вот сжат. Прям до того момента, что уже когда больше сдержать, вот это сжатие напряжения невозможно. А потом резко расслабляетесь. И сделав два-три таких захода, приходит вот это вот ощущение какого-то отпускания. Здесь, скорее всего, предел того, что вам что-то нужно уже отпустить. Его уже как будто бы, знаете, согласны отпустить. Но это очень напоминает, когда ты какую-то вот авоську тяжелую держишь в руках. И вот, причем не в одной, а в двух. И вот ты этот груз тащишь, дотащил до определенного места. И тебе говорят, просто зажми руки и отпусти. А ты понимаешь, что у тебя нету сил даже разжать этого. И ты говоришь, вот просто возьми у меня, отбери у меня, потому что я сам это отпустить не могу. Вот здесь идет какая-то вот такая энергия. О чем еще шепчут за вашей спиной? О том, что, знаете, что-то новое должно войти. Вот как-то люди почему-то видят, что что-то новое должно войти в вашу жизнь. Они как будто бы это предвкушают. И вы это тоже, скорее всего, знаете, но вы просто не сфокусированы сейчас на этом. Ваш фокус внимания идет на какой-то вот своей усталости. Здесь, знаете, усталость, она может выражаться по-разному. Может физическая, может быть моральная, может быть ментальная, когда очень много всякой информации в нашей голове. А здесь как будто бы, знаете, такой момент, когда утром просыпаешься с будильником, и тебе хочется еще поспать. И вот когда тебя начинает будить, ты говоришь, что, ну вот дай еще вот минуточку, вот минутку еще, вот буквально вот 5-10 минут, и я встану. Вот здесь вот какое-то такое ощущение, что дай мне еще немножко передохнуть, я пойду дальше, да, я знаю, куда мне нужно идти, я знаю, что мне нужно сделать. Но вот мне сейчас как будто бы нужно, нужен какой-то отдых. Так, давайте мы на другой колоде теперь посмотрим все-таки, о чем шепчется за вашей спиной. То есть помимо энергии, которую мы увидели, о чем шепчется за вашей спиной. Ну, о том, что вы маг, что вы человек, который, знаете, такой самодостаточный, очень сильный, человек волевой, с огромным потенциалом энергии, которого не надо ничему учить, он сам себе учитель, он все прекрасно знает, он сам понимает. Человек, который, знаете, скорее всего, к вам и обращается за решением каких-то сложных задач, вы всегда можете разруливать очень сложные, запутанные ситуации, да, не просто вот как-то решить какое-то трудное, а именно там, где нужно приложить какие-то свои умственные способности, усилия. Маг – это человек, знаете, с огромным потенциалом, как энергетическим, так и интеллектуальным. Человек, который, во-первых, он прекрасный стратег, человек, который, да, в негативе, конечно же, можно сказать, что он может манипулировать и управлять, но это лишь потому, что он видит причинно-следственные связи, он знает, как взаимодействовать с людьми, как достигать того, что он хочет. У него есть эти возможности. Но у меня такое ощущение, что вот если бы выпал здесь еще и отшельник, я бы сто процентов сказала, что люди не видят в вас парности, потому что есть такая категория людей, которым не то чтобы парность не нужна, но у них, скорее всего, знаете, задачи другие. Пионеры, как хочется всегда сказать, пионеры и сильные люди, первопроходцы, они всегда одиноки, потому что их понять достаточно сложно. А быть, скорее всего, быть таким человеком, этот человек вас не выберет, если он им посчитает нужным, что вы достойны его уровня. А если выбирает, то на какой-то, вы знаете, либо под какую-то задачу, либо под какой-то определенный этап. Не навсегда. Потому что здесь как будто бы задачи у этих людей, они не совсем земные. Это не те люди, которые будут создавать семью. Их прелесть и интерес жизни далеко может быть в других каких-то моментах. В других каких-то направлениях. Например, бывают люди, которые посвящают полностью свою жизнь исследованию чего-либо. Да, какие-то вот научные деятели. И в этом их вся прелесть. В этом весь их смысл жизни. В каких-то открытиях, в каких-то, может быть, действительно исследованиях, изучениях, пониманиях. То есть вот здесь вот какая-то такая личность. Что еще за вашей спиной шепчется? Ну вот смотрите, четверка кубков на повторе. Ну вот что вы устали. Но знаете, мне хочется сказать, что вот в этой колоде четверка кубков, и я сейчас ее считываю, что вы устали как будто бы с одной стороны от решения задач, а с другой стороны вы устали от людей. Здесь, знаете, бывает, когда учитель заходит в класс, вот он говорит, говорит, а его ученики не слушают. И наступает такой момент, когда он как будто бы, знаете, махнул рукой. И кричите, разговариваете. То есть толку от того, что вот я говорю, то есть до тех пор, пока ученик не будет готов, пока он не захочет, нет смысла что-то передавать. И вот здесь вот такое вот ощущение, что вы по натуре человек как извержение вулканов, да, как вселенская какая-то библиотека, да, вами можно было бы пользоваться и пользоваться, но такое ощущение, как будто вот вы махнули рукой, то есть устали от людей, устали от того мировосприятия, который вам на данном этапе сейчас чужд, потому что вы его переросли. Но когда-то это было ваше прошлое. Вы это понимаете, а люди нет. И поэтому здесь вот идет какая-то вот несостыковка, да, разные уровни, разный план развития. И вот здесь как будто бы вы устали. То есть вы устали опускаться не в негативе, а вы устали как-то, знаете, вот приспосабливаться под других людей, приспосабливаться для того, чтобы что-то объяснить кому-то, да, что-то вот рассказать, что-то передать. Но фишка в чем, что когда вы находитесь на своем уровне, на том уровне единицы, как правило, ну им не всегда, это одиночный путь, да, там не всегда нужны соратники. Поддержка, да, соратники нет. Но вот здесь вот получается так, что вам волей-неволей приходится опускать на ступеньку ниже, потому что, ну, вы как будто бы достигли уже очень многого, и вам надо отдавать, да, то есть надо как-то, хочется сказать, служить. А вам это неинтересно, вот так скажу. Не то, что здесь проявлен эгоизм, а здесь как будто бы неинтересно, да. Но почему неинтересно? Потому что с другой стороны как будто бы нету запроса. Вот если бы был запрос, вот, то, ну, тогда бы вы, конечно, отдавали. Поэтому здесь, что о чем шепчут? Я не шепчу ни о чем таком негативном. Ну, хотя, давайте я посмотрю, может быть, есть здесь что-то такое негативное, о чем шепчут. Если что-то негативное, о чем шепчут за вашей спиной. Ну, где-то вас видят романтиком, где-то вас видят чувствительным, эмоциональным человеком, да, что вам, допустим, мирское, оно чуждо, что вам больше приятно какое-то вот такое, знаете, душевное какое-то состояние, ну, что вы вообще не не про физический мир, давайте так скажу. Опять-таки, такого негативного можно сказать, что вы человек, который постоянно занимается своим развитием, да. И если мы смотрим с точки зрения негатива, да, то, ну, что же может быть в этом негативного? А негативного как раз-таки в том, что разрыв между вами и другими людьми становится намного больше, больше. и люди не понимают, зачем вам, зачем вам это развитие, вот, для чего оно вам нужно. То есть здесь получается так, что, быть может, вы знаете об этом мире чуточку больше, чем кто-то иной. И вы понимаете, да, в чем более глубокий смысл души, то есть смысл жизни, для чего мы воплощаемся. И поэтому с вашей точки зрения, да, вы понимаете, что вы должны быть первопроходцем, то есть для чего это надо. А люди не понимают, потому что их восприятие мира иное, да, в отличие от вас, оно более низковибрационное. Им еще, допустим, пока нужен вот этот вот опыт партности, опыт создания семьи, да, опыт более таких, скажем, традиционных взглядов. У вас взгляды могут быть новаторские, вообще что-то такое, что, ну, не совсем, ну, вот вперед смотрящий, да, не так, как общее принятое. Поэтому вот именно в негативе говорят о вас, о том, что вы, вот, возможно, занимаетесь этим развитием своей души, а возможно, что вас еще и не понимают, да, вот это вот. Вот. Плюс ко всему, я вот уточню здесь по развитию, что вы иногда бываете достаточно холодными, причем при вашей внутренней теплоте душевной, внешне вы можете быть очень холодными, очень целеустремленными, и в каких-то моментах, беседах вы можете даже говорить людям, и это может восприниматься как навязчивость, что, знаете, развивайтесь, познавайте свою душу, да, вот, узнавайте что-то такое глубокое, люди не понимают это, и поэтому может казаться, что вы слишком навязчивы, что вы слишком однобокий в этом плане, да, что вот вы, допустим, духовное ставите намного выше материального, вот, и вот про это тоже могут говорить. Хорошо, второй вопрос, а что же о вас думает? Давайте я попробую посмотреть на колоде Итсин, такая неоднозначная колода, она всегда показывает какие-то интересные моменты, так, вытащим две карты, вот, одну и вторую, что, что о вас думают люди? Так, причем две карты и перевернутые, да, так, проблемный взгляд на мир, это название карт, сразу уточняю, чтобы не говорили опять, что что-то я придумаю, а вторая карта называется союз, вот смотрите, что о вас люди думают, интересный такой момент, и вот люди о вас думают о том, что вам нужна эта парность, что, вот вы как будто бы без партнеров, это не обязательно, личная жизнь, вообще партнерство, что оно вам действительно необходимо, да, чтобы быть может как-то с одной стороны вас уравновешивало, а с другой стороны здесь как будто бы, ну вот, заземляло, что ли, такое чувство, что вот ваша трудность, вот эта тяжесть, которая идет, она связана, скорее всего, вот потому, что вы одиноки, вот здесь какой-то все равно след вы оставляете за собой одиночество, почему-то людям кажется, что вот если бы вы были в каком-то союзе, либо у вас был партнер, если у вас нету, да, допустим, личной жизни, что вы как будто бы стали другим человеком, и здесь ощущение того, что у меня ощущение в вас, что вам не нужно, ну то есть вам и так хорошо, да, а если бы и был партнер, то это было бы вообще не традиционное какое-то такое, знаете, вот там брак, отношение, нет, то есть он мог бы быть просто соратником, встретились, поделились, пообщались, и вы прям счастливы, и вам больше ничего, как говорится, жизни не нужно, то есть это не обязательно совместное проживание, там, заявление о себе, что вот вы прям там, ну, жена, там, либо соратница, либо еще что-то, так, мне дети кричат на улице, я надеюсь, вам не совсем слышно будет, и не будет мешать, вот, то есть такое ощущение, что вот вам как будто бы одно и тяжело, и люди считают, они думают, что вот если бы у вас была вторая половинка, там, либо партнер, либо соратник, либо еще, вам бы было бы легче, но у вас же выходит маг, да, то есть маг, он сам способен на все, здесь как будто бы, знаете, они думают, что вы бы смягчились, вот вы где-то слишком холодны, но вот опять-таки, ваш холод, он связан с вашим восприятием мира, да, с вашим уровнем, уровнем осознанности, а людям кажется, что вам не хватает этой теплоты, потому что вы слишком высоко в облаках парите, да, и вот вам как раз-таки, вот если бы был бы партнер, он бы вас заземлял, это, что они думают, вот по поводу союза, вторая карта, проблемный взгляд на мир, что вот опять-таки, видите, подтверждение людей, они вас не понимают, и они кажутся, что вы не совсем правильно, что вы знаете, вы как будто бы носите какую-то маску, вот они не могут поверить, что вы действительно, может быть, такой вот высокодуховный, что ли, человек, я не знаю, как, здесь энергии мудрости идут, да, если бы я использовала образы, вам понятные, ну вот это, например, как Мерлин, да, либо как маг, вот у меня почему-то идут, либо какие-то буддийские монахи, либо люди, которые, знаете, вот, какие-то вот отшельники, затворники, к которым приходят, либо где-нибудь, как этот, не лесничий, а егерь, да, егерь, который живет где-то в лесу, вот, и он общается с природой, ему понятно, понятие, вот это вот невидимый мир, да, и ему в этом хорошо, и люди не могут понять, как ты можешь жить один, да, вот в этом лесу, там общаться с природой, с животными, все равно люди тебе нужны, а он говорит, а мне не нужно, и вот, знаете, вот это вот противоречие, что мне и так одному хорошо, и люди не могут понять, ну не может быть так, чтобы без другого человека, тебе было бы хорошо, у тебя просто есть какая-то травма, поэтому, ну, нам же надо как-то логически объяснять, вот, а какое именно, сейчас на какой колоде, на этой колоде, давайте я посмотрю, что они считают проблемным взглядом на ваш мир, знаете, они видят как будто бы ребенка плачущего, нуждающегося, вот, в какой-то, я не знаю, теплоте, заботе, внимании, что, вот то, что я изначально сказала, вот эта вот вся картина, говорит о том, что вы, скорее всего, создаете впечатление человека, уставшего от ответственности, и вот, вам нужно как будто бы вас разгрузить, что вы лишаете осознанно себя, вот прям где-то дисциплинированно, где-то, может быть, очень жестко к себе относите, что вы как будто бы своему маленькому внутреннему ребенку не даете возможности расслабиться, здесь как-то так интересно, они видят вас, они видят вас нуждающимся, понимаете, здесь такое ощущение, что им хочется вас обнять, вот какую-то такую картинку вы создаете, в чем ваш проблемный взгляд на мир, ну, аркан силы, видите, вот что маг, что аркан силы, проблема вашей силы, что вы очень сильный человек, вот в этом ваша проблема, с одной стороны, знаете, здесь проходит какая-то зависть, в плане того, что вот вы такой, знаете, харизматичный, очень яркий человек, удивительное противоречие здесь, я прям, знаете, столько, либо вы такой многогранный человек, то есть с одной стороны, если вы женщина, от вас идет, вот это, вы знаете, мужские, да, такие какие-то качества, а с другой стороны, столько нежности, столько любви, столько теплоты, мягкости, вот прям, знаете, какие-то такие теплые руки, мягкие, вот подушечками, вот прикасаешься, знаете, вот объятия такие бездонные, вот бездонные, прям, как это, можно утонуть, можно утонуть в ваших энергиях, в ваших состояниях, и вот этот вот, какой-то вот водоворот теплоты, позитива, безусловной любви, и вот почему-то в этом, да, есть такое ощущение, что какой-то вот проблемный, люди считают, да, проблемный ваше восприятие, то есть, если вы такой человек, умеющий любить, с такой вот харизмой, магнетизмом, позитивом, почему вы одни, понимаете, вот этот вот стереотип, вы должны быть с кем-то, вы должны быть в союзе, то есть, здесь еще такое проскальзывает, что глядя на вас, люди считают, что вот если вот такая идеальная, да, женщина, и она одна, то что-то сказать, одна из которых, допустим, куча недостатков, да, вот какие-то шаблоны здесь у людей, да, то есть, проекция того, что ваш мир, ну, вы, вы не понимаете, не люди неправильно воспринимают, а вы как-то неправильно, да, что у вас вот прям открыты все горизонты, да, вы как будто бы какой-то вот везунчик по жизни, счастливчик, вам все дается в руки, а вы не берете это, понимаете, вот какой-то, то есть, они не понимают, как так можно, да, вот отшельник выпал, я же говорила, маг и отшельник, то есть, вам дается все, как этот, яблочко на блюдечке, да, а вы не пользуетесь этим, ну, как так, то есть, вот, я же говорю, вы как будто бы, они вас видят, что вы осознанно отказываетесь от всего, от такого, не то чтобы мирского, а вы отказываетесь от того, что традиционно, к чему люди стремятся, а вы как будто бы, вы даже не убегаете от этого, вы просто не видите смысл в этом, и вы это транслируете, понимаете, вот такая вот у меня была первая позиция, я говорила о том, что мой расклад не будет про сплетни, потому что это вообще не про меня, вот, поэтому ясное дело, я этого не смогу увидеть, итак, вторая позиция двоечки, давайте мы посмотрим вас, о чем шепчут за вашей спиной, ваш шепот, шорох, здесь такой, знаете, как будто бы, кто-то скрывается за листвой, и вот как будто бы, смотри, смотри, она идет, да, вот здесь вот что-то такое, смотри, смотри, она идет, причем те, кто шепчутся, это не люди, это не люди, здесь, не в плане не людей, ударение, да, правильно ставим, а вот в плане, знаете, вот именно, природные, как будто бы духи, вот они, они за вами очень-очень наблюдают, Ну, двоечки они у меня всегда такие. Так, о чем шепчутся за вашей спиной? Ага, что-то случилось в вашей жизни. Башня. Башня и королева мечей, да, что вы изменились. Ура, аллилуйя, я очень рада. Наконец-таки шепчутся за вашей спиной, что что-то с вами стали. Из кубковой королевы вы превратились в мечевую. И такую, знаете, холодную, достаточно конкретную. Здесь разум стал проявляться, да. Где-то вы больше стали логически поступать, да. Где-то больше сдерживаете свои эмоции, больше фильтруете, да. Пропускаете людей через рентген. Здесь как будто бы ваши розовые очки, они спали. И почему я говорю аллилуйя, наконец-то? Почему? Потому что вот к такой, вот к такой даме уже не подойдешь ее использовать, да. Это не говорит о том, что вы утратили свою кубковость, свою чувствительность. Ни в коем случае. А просто здесь вы как будто бы изменили свое проявление в мир, да. Вы стали более конкретными, да, более избирательными. Вы как будто бы уже, знаете, допускаете, что вот с этим человеком я могу поговорить, а с этим нет. То есть вы как будто бы берете контроль в свои руки. И это здорово на самом деле. С чем связана башня? Что шепчут? Откуда эта башня? Убит. Убит поэт. Так, что мне на Пушкина потянуло. Ладно, убит поэт. Я не сильна в стихах, но у меня в голове крутится фрагмент стихотворения, да. Как же там было-то? Убит поэт. Вот что-то крутится такое, а уладь не могу. Убит. Ладно, неважно. Но здесь вот такое вот ощущение, да, как будто бы люди видят, что что-то в вашей жизни закончилось. Скорее всего, вот эта вот кубковость, мягкость, о которой я говорила, да, что вот вами как будто больше невозможно аркан умеренности. Что вами как будто бы больше нельзя пользоваться, да. Вот вы как будто бы вышли из своей... Здесь не про баланс, а здесь, знаете, мне идет паркан умеренности, живая и мертвая вода. Вот вы как будто бы перестали оживлять, оживлять, да, оживлять людей. То есть вот вкладываться, да, в них, вкладывать в них свою вот, вот эту вот влагу пробуждающую, да, оживляющую. То есть вы как будто бы перестали им отдавать себя, скорее всего, без надобности, да, я так сказала. Что еще они видят? Что еще они видят? Да, что вы стали как-то, знаете, человеком больше уверенным в себе, да, по журжезлов, более... Здесь так интересно, с одной стороны, я не уверен, да, я боюсь, но вы все равно продолжаете делать шаг, да. Вы как будто бы сами себе говорите, что, ну вот, сделай еще по шагу еще. То есть вы как будто бы сфокусированы сейчас на себе, на то, что вам нужно. И вы начинаете совершать первые свои шаги неуверенные, но неуверенные для вас, для людей, они достаточно уверенные, потому что это вам не свойственно. То есть они вас таким не видели. Вот королева мечей о чем она нам говорит? Знаете, они как будто бы вам не верят. Они не верят, что вы изменили здесь еще колесо фортуны, что здесь есть какая-то хитрость, есть какой-то подвох, что, возможно, это какая-то манипуляция того, что вот вы стали, ну, более разумны, что ли, что это вот какой-то очередной ваш маневр, что... Либо каприз, давайте я так скажу, да, все-таки про эмоции женские. Какой-то ваш очередной каприз, что, ну, поиграет, поиграет, потом вернется все равно, да. Здесь как будто бы нету, как это сказать, уверенности, да, что... Ну, не верят, что вы изменились. А почему мне хочется спросить, восьмерка жезлов? Ну, потому что здесь такое чувство, что... Вы как будто бы, знаете, крылья расправили, да, но при этом руки у вас связаны и глаза, что вы как будто бы не видите. То есть здесь ощущение того, что мне показывают, как отец, у которого есть дочь, и он как будто бы ей позволяет ощутить себя свободной. То есть, да, ты можешь делать все, что хочешь, да, хочешь, я тебе там музыкальные инструменты куплю, хочешь рисовать, пожалуйста, иди рисуй. И вот создается как будто бы вот эта вот иллюзия, что девочка свободна, вот что она захочет, да, то так и будет. На самом деле она как будто бы находится под управлением своего отца. Вот здесь вот какая-то такая метафора, что люди почему-то им кажется, что вы не изменились, да, что вот не изменились в каком плане, что то, что вы показываете, это вот какая-то вот очередная игра, очередной каприз. О чем еще шепчутся за вашей спиной? О чем еще шепчутся? Ну, верховная жрица. И вот опять пас жезлов. Хочется сказать, что в тихом омуте черти водятся. Вот здесь как будто бы, знаете, такое ощущение, что вот они к вам присматриваются. И иногда им не верится, что вот вы можете поступить так, как вы поступаете. То есть вот от вас как будто бы не ожидают какого-то подвоха. А вы как-то вот себя проявляете? Я не знаю, может быть молчать, молчать. И потом в какой-то ситуации, когда людям кажется, что она будет молчать, она что-нибудь будет говорить. Вы вдруг выкидываете какую-то такую фразу, что все в недоумении, что у тебя разве голос есть? А ты еще и говоришь. То есть вот здесь какая-то такая. То есть от вас вас как будто воспринимает такого, знаете, паньку тихую, спокойную, покладистую. А вдруг что-то, какой-то всплеск. И люди в недоумении, что а что сейчас было? Вот здесь что-то такое. То есть вот понимаете, они привыкли вас видеть, даже не видеть. А я бы сказала, они привыкли вас не слышать. Вы непроявленные. И вот здесь вот неожиданность бывает такой, что вот вы неожиданно начинаете проявляться. То есть вот сидите, сидите в какой-то пассивности. А потом неожиданно начинаете как-то активничать. И здесь такое ощущение, что вот мне показывают, вы знаете, вот мир невидимый, а потом гоп, и вы сразу становитесь заметными. То вы ходите, вот знаете, как привидение, да, такая прозрачная, невидная, незаметная. А потом кто-то так на вас смотрит, а ты что здесь, а я что-то тебя не заметила. У вас даже, как говорят вам так, что а я и не заметила, что ты здесь находишься. Да, вот может быть кто-то в комнату зайдет, и вот вас не замечает. А потом кто-то, а ты здесь была, а я что-то и не заметила. Вот что-то такое. Либо вы ничего не делаете в пассивности, долгое время находите, потом начинаете очень ярко себя проявлять. И вот это вот вызывает какое-то такое удивление. Так, я еще... Нет, о чем, о чем, не о чем, а что о вас вообще думают люди? Что о вас думают люди? Тоже перевернутое. Так, провал ожиданий. Вот я же говорю, что вы как будто бы... Ну, у них есть... Карты слиплись. Секунду. Что у людей есть какое-то такое восприятие вас, а вы как будто бы не... Иногда... Здесь тоже перевернутое. Иногда бывает так, что вы... Что-то я не вижу. Карты такие темные. Сейчас, секундочку. Самовозвеличивание. Вот удивительный момент. Иногда они думают, что вы как будто бы недостойны. И вот это вот самовозвеличивание, да, что... Что-то произошло такое. Когда вы как будто бы берете, знаете, бразды правления своей жизни в собственные руки и находитесь на высоте. И тогда люди почему-то считают... Вот это вот в вашем близком окружении. Почему-то люди тогда считают, что вот вы незаслуженно находитесь на том месте, на котором вы находитесь. Вас даже, знаете, вот вас, как бы это обидно не звучало, вас вот не считают, как-то не берут в счет. И вот когда бывает такое поведение по отношению к вам, всегда происходит что-то, когда вы по справедливости берете то, что вам... Ну, то, что вы заслужили. И вот здесь вот такое ощущение у людей, что с одной стороны, вот вы не оправдываете их ожидания в плане того, что они считали, что вот вы где-то там будете, внизу, а вы вдруг неожиданно стали себя проявлять, и вот вы чего-то достигли. Ну, допустим, элементарно, вы говорите, я пойду там учиться на какие-нибудь курсы. Вот. И я их закончу. А возникает такое ощущение у людей, что... Ну, ладно, иди, она все равно не закончится, она все равно бросит. А вы вдруг неожиданно проходит какой-то период времени, вы приносите этот диплом и говорите, вот, пожалуйста, я закончила. Не просто закончила, допустим, она закончила на красный диплом. И люди в таком удивлении, что, ну, у нас ожидание было, что ты не способен, ты не можешь, знаешь, вот здесь, вот, знаете, вот здесь какое-то такое ощущение, знаете, как восприятие, восприятие какомственно отсталого какого-то ребенка, да, ну, вот, не полноценности, ощущение того, что вот вас как будто воспринимает неполноценно в связи с вашим характером, что вы мягкие и не то, что вы не можете за себя постоять. Здесь такая вот тоже аккуратная личность, особенно если вы были подростком, да, вы могли молчать-молчать, а потом, знаете, как-то вот, как дикий зверек на кого-то напасть и нанести очень большие телесные увечья, такое тоже может быть, и вот как будто бы от вас никто не ожидал, то есть, а ты что, можешь за себя постоять, вот как будто бы я не могу кулаками махать, но я укушу тебя, да, то есть вот покорябы, вот что-то такое сделал, то есть я могу за себя постоять. Вы просто против какого-то насилия, и это ясное дело, но вот здесь ощущение того, что вы как будто бы сами себя превозносите, я не знаю, может быть, в ваших каких-то способностях, да, в каких-то ваших талантов, что люди считают, да, у тебя этого нет, ты себе, допустим, напридумал, да, ты сам себя возвышаешь над нами, причем интересен тот факт, что люди, которые вам говорят, здесь вот такие вот какие-то, знаете, я извиняюсь, но такое ощущение, что, знаете, с какого-то аула, вот какие-то недальновидные люди слишком, ну, приземленные, слишком примитивные, нельзя так говорить о людях, уровень просто такой, но вот я для понимания, да, привожу эти примеры, ни в коем случае не завышая, не занижая кого, просто здесь есть вот этот вот, какая-то такая неравенство, неравенство в плане того, что те люди, которые вас занижают, они по сути своей и сами не слишком, ну, высокого уровня развития финансово, они могут быть состоятельные, вот, и здесь как будто, вы знаете, вот ощущение такое, что я тебя недооценил, я, вот если, например, женский пол, да, здесь, то такое ощущение, что вот может быть очень такой влиятельный, властный, либо брат, либо дядя, либо отец, который говорил, что здесь мне востоком пахнет, что ты, допустим, предназначена, вот, как, знаете, вот в исламе отношения женщины, отношения мужчин по отношению к женщине, ты предназначена для семьи, вот у тебя вот эти обязанности, у тебя нету права голоса, а тут получается, вот что-то такое произошло, и вот как будто бы вот эта вот девочка оказала, что у нее есть право голоса, и не просто право голоса, она доказала, вот здесь такие моменты идут, что еще, что еще о вас думают, я даже не вижу, сколько там времени, что еще о вас думают, ну, что вы оставили в прошлом, что-то для вас было такое ценное, что-то такое важное, и пошли в новое, вот я говорю, общая энергия того, что вас недооценили, что вас воспринимали иначе, и проблема была не в том, как люди вас воспринимали, а проблема была в том, как вы себя показывали, как вы себя транслировали, да, и здесь, скорее всего, произошла очень большая работа, причем, знаете, у двоечек, вот у троек она идет яркая, она идет такая, знаете, вот воинственная, да, как по Амазонке, там, война, война, а у двоек, она какая-то такая тихая, да, вот то, что я говорю, в тихом омуте чертевой, знаете, вот вы как-то глубина внутри себя это прорабатываете, очень искусственно, там, если я плачу, то в подушку никто не увидит, если я что-то там у меня болит, я ничего не скажу, и потом, знаете, вот в этом есть контраст, вот в этом, вот здесь как раз-таки, вот это вот и есть крушение иллюзий, контраст, что вчера я тебя видел тихоней, а сегодня ты глава какой-то там организации, либо там директор какой-то компании, как так, где и где, где ты был и где ты стал, да, вот здесь такое, либо, знаете, женщина, которая, быть может, исходя из своих соображений, соображений, воспитания, не уходила из какого-то брака, который был для нее не самым полезным, да, не самым благостным, а тут вдруг, ничего не сказав, оставив записку, встала и ушла, как так, то есть, как ты так посмела, у тебя, у тебя нету денег, у тебя нету возможности, ты все-таки нашла в себе силы и ушла, ну, то есть, тебя, значит, кто-то подвел к этому, такое ощущение, что вот, я говорю, восприятие какого-то такого человека, бесхребетного, вот какой-то амебы, вот так вас видели, а вдруг тут появилась личность, да, вдруг появилась тут уже личность, которая может за себя постоять, да, пускай пока попожу, пускай пока не уверена, сомневающая, но она уже может себя проявить, и это не только постоять за себя, а проявить, что, допустим, долгое время вы не могли как-то заявить о себе в профессиональной сфере, а тут вы сделали, и у вас получилось, и вы сами даже удивлены, и вы сами удивлены, так, ну, вот последние две карты вытащу, да, что, что о вас еще думают, ну, двойка кубка, вы нашли, наконец-таки, в себе баланс, понимаете, ну, вот, и король пендакли, да, что здесь, может быть, кто-то подумает, что вам повезло с финансами, либо вам повезло, и вы вышли, ну, нашли партнера, вышли замуж, допустим, создали какую-то семью, кто-то может подумать, что вам повезло, и вы нашли внутренний баланс, да, внутренний какой-то ресурс, то есть вы не случайно же совершаете эти действия, и заявляете о себе, стали более проявленными, здесь вы как будто бы внутри успокоились, очень, знаете, у меня двойки, вот, ощущение, что вы как по аркану умеренности, по умеренности идет трансформация такая медленно, она внешне незаметна, но внутри, знаете, вот, как вода, капает, 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 и в какой-то момент люди не видят тот момент, когда вода капает, они видят только дырку в этом камне, как такое может быть, что вот в камне есть дырка, то есть то, что до этого было, причем это вот многовековой какой-то процесс, они это не замечают, они видят результаты, они удивляются, вот то, что сейчас произошло, поэтому они думают о вас, что вам повезло, то есть, а как вы нашли в себе этот баланс, как вы нашли в себе вот эту вот ресурсность, да, как вы нашли в себе какую-то опору, почему вы стали вот больше, знаете, как-то наслаждаться своей жизнью, откуда, откуда вы этому научились, кто вас научил, вот здесь такой момент, у меня краски догорело и благовоние, вот такие у меня были двоечки, молодцы, молодцы, да, пока кто-то кричит, шумит, палками машет, вы сделали свое дело, умнички, я вас поздравляю, зеленый камешек, так видно, не видно, отодвинем, третья позиция, троечки, что, о чем шепчутся за вашей спиной, о чем тут шепчутся за вашей спиной, знаете, хочется сказать, наконец-то, вот здесь люди говорят, наконец-то она успокоилась, это знаете, когда бывает болезнь, она находит, на какой, находит до какого-то своего пика, апогея, и вот в момент, когда человек находится в этих конвульсиях, да, при высокой температуре, и вот все бегают вокруг него, да, и там, я не знаю, лекарства, уколы, все такое, вот, и, и, и когда начинает срабатывать, да, вот это вот вмешательство, медикаментозное, условно говоря, наступает, как будто вот это ремиссия, успокоение, и человек засыпает, и вот у меня такое ощущение здесь, что как будто бы люди заходят и говорят, ну, как, как ее самочувствие, ну, все хорошо, да, то есть, ну, мы, мы преодолели эту борьбу, да, вот эту вот трудность, и как будто бы, ну, наконец-то, да, то есть, наконец-то, как будто бы, наконец-то вылечилась, либо здесь может быть, знаете, вот когда проходишь инициацию, в инициации всегда есть какой-то такой пиковый момент кризни сынный, пройдет, не пройдет, да, и, и тут какое-то вот переживание за ученика, который проходит, да, эту инициацию, то есть получится у него, не получится, то есть некая такая агония, вот здесь получается что-то такое, что вот за вас держали, ну, вы держали людей в какой-то вот агонии, получится, не получится то есть либо это как экзамен знаете вот на экзамене один сдает билет до допустим одноклассники стоят за дверью и ждут и вот выходит значит тот кто сдал этот экзамен ну как ну когда сдала ой ну молодец на вот что-то здесь такое вот что такое шепчет о чем шепчет вот туз там к назвать 100 мечей туз мечей о том что наконец-таки ситуация разрешилась либо наконец таки было принято какое-то решение либо наконец-таки что-то прояснилось что-то вскрылась по отшельнику здесь нашлось решение я я не знаю что и как троечки как долго я помню как долго мы с вами проходили этот момент но здесь такое ощущение танец пошепчутся что наконец-таки нашлось какое-то решение знаете как будто бы копаешь копаешь для того чтобы найти какие-то драгоценные камни и вот гоп и наткнулся да на этот клад вот наконец-таки до что ура решение найдено до решение найдено подшельник вот я сказала до семерка кубков прям открыто открыто от что-то открылась до открылась что открылась что открылась здесь какие-то знания что ли открылась какое-то решение какое-то решение король же слов здесь знаете кучение такое что энергию как будто бы влили вас и вы нашли нашли храбрость в себе мужество что-то такое решить какую-то сложную задачу как будто вы знаете с выбором долгое время не могли определиться с выбором и вот сейчас как будто бы решились решили здесь ключевое слово будет храбрость не решение а храбрость вы нашли в себе силы королева кубков вы как будто бы здесь кто-то реально может быть увидел решение вот в прямом смысле решение то есть была какая-то задача что-то вам надо было решить и вы это как будто бы увидели не нашли по улице что ли где-то увидели свое решение из-за может допустим кто-то хотел открыть свой бизнес и искал место там не знаю магазинчик какой-нибудь офис где его открыть вот прогуливаясь вы быть может увидели вот вот это вот место до либо где-то увидели в своих снах своих видениях что-то и потом долгое время не могли понять что это было за знак через какой-то период вы нашли в реальном физическом мире то место который долгое время не могли найти ну то есть во снах может быть видели а в проявленном мире нет и вы его нашли вот здесь что такое и плюс ко всему пришло вот это вот внутреннее успокоение первично было внутреннее успокоение и вторично было уже как решение и не наоборот чем пришло это успокоение знаете вы как что-то внутри себя преодолеть вот это вот решение которое мне показывают это опять-таки напоминает ответ на вопрос о чем шепчутся за вашей спиной вот то что вы как будто бы нашли от меня прям перебивают да вот эти вот мысли что я начинаю что-то рассказывать не пробивает мысли что вот вот так это да что что прям преодолела до пред преодолено внутри было какая-то вот здесь вот победа до победа внутреннее преодоление здесь не про решение мне говорят а здесь про то что и奇妙 что вот вы как вибриим какой-то барьер свой внутри преодолели понимаете то здесь следствие это решение а какой то вот процесс даже не причина а процесс процессе какой пришли к что-то внутри себя преодолели какой-то барьер принять и здесь как будто вас аж какой-то барьер что это был за барьер что вы тут сожгли шестерка кубков опять шестерка так балансу что-то что-то в своем прошлом что-то в своем прошлом здесь как будто бы вы свой сценарий детские вы проработали знаете страшно как будто было а вы я помню я говорила в одном из раскладов тройка что здесь надо было что-то принять либо какой-то свой дар либо какую-то свою способность и вы от нее отходили а здесь вот ощущение того что наконец-таки вы преодолели наконец-таки вы приняли ну вот что-то из своего детства что-то из своего прошлого до что долгое время вот как-то метались маялись суетились и все никак все никак не получалось по справедливости на не не могли вот не шли в новое а здесь такое ощущение что что-то в этом как будто бы вы пошли сейчас в это новое и мне не показывает конкретно что именно вы преодолели чтобы сказать здесь какой-то сценарий сценарий вы как будто бы работали что ли с детством быть может я не знаю иногда мне пишут да что вот я работала с родом там вот что-то здесь было сделано и внутренний барьер какая-то заслонка она вы ее даже не отворили а вы перешагнули вот как в колоде николета чиколь есть 20 аркан где часто вам показываю тройки там где девочка в этом лабиринте находится вы как будто бы перешагнули через себя что через что вы здесь перешагнули башня разрушением что-то такое неожиданное было через что через девятку пердакли вот что-то такое опорное долгое время то что являлась для вас фундаментом то на чем вы выстраивали всю свою какую-то концепцию жизни до какое-то мировоззрение и здесь она как будто бы рухнула и получилось какое-то вот высвобождение высвобождение это дало вам облегчение и гармонию здесь как будто вы знаете вот хочет сказать плотину прорвало и вот все и понеслось понеслось одно понесло за другое но что именно здесь он мне показывают трансформацию до аркан смерти аркан умеренности какое-то здесь исцеление было я не могу понять я не показываю понимаете конкретно сказать что вот какой-то там например убеждение да либо какая-то ценность она была разрушена не показывают здесь общие общие моменты показывают что было как вот знаете иногда бывает разрыв шаблона да ты веришь в одно а потом я не знаю допустим вы доверяете какому-то человеку что он вас лучше другу не может вас предать и вдруг неожиданно вы видите это предательство а ей и это вот это это настолько вас шокирует что вот что-то внутри вас умирает причем не в плане я не верю больше в дружбу а в плане того что я полагался на этого человека я ему отдал все а теперь он меня предал у меня рухнуло вместе с ним рухнул мой мир понимаете вот здесь что-то такое то что меня держала то во что на чем строилась вот ваша реальность ваше восприятие и вот здесь все как будто это рухнуло вашем сознании и одновременно от этого произошло какое-то исцеление пятерка кубков огорчение до огорчение то что вот все завершилось все завершилось его то что завершилось она как будто бы знаете повлияло на 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 ваш выбор до семерку кубков на повторе как будто бы знаете ситуация прояснилась вот эти вот иллюзии которые у вас были они рухнули с чем чем с чем связаны ваши иллюзии с чем связаны ваши иллюзии 21 аркан мира вот иллюзии ваши связаны как раз ки с вашим восприятием мира здесь как будто вот исцеление идет исцеление звезда то во что вы надеялись во что верили двойка жезлов сейчас скорее всего то как вы выбирали я так скажу знаете то во что вы верили во что ваш на что вы надеялись вообще сам процесс того как вы выбирали могу могу предположить что здесь знаете как бы может быть что вы осознанно не брали на себя ответственность за свой выбор а просто с вами какая-то ситуация случалось ну например надо как-то выбрать да на какую работу я пойду на на эту либо на другую и вы долгое время думали пока вы думали одно из мест было занято ну ясное дело что вы вынуждена пойти на то что осталось здесь такое то есть вы как будто бы не брали ответственность за свой выбор да вы боялись и это было связано с каким-то вашим прошлым и вот здесь вот пришло вот это завершение до завершения того как вы выбирали здесь как будто бы вы и решились на то что теперь я буду главное теперь будет так как я хочу да то есть вы как будто бы решили все-таки взять соответственно за свою жизнь то есть я выбираю пускай какие-то последствия будет приятный неприятный но выбор, он у меня есть. Вы как будто бы приняли идею того, что выбор существует. Вышли из, автоматически вышли из своего повешенного, когда было ощущение, что я не управляю ничем, я не властен своему выбору. И вот здесь, в Караске, произошло исцеление. Исцеление по тройке мечей. Какая-то здесь ситуация. Напишите, что за ситуация произошла. Она очень значимая. Она перевернула в вашей голове что-то. Что-то такое очень важное, что поспособствовало вам стать более уверенным, более решительным человеком. Это то, о чем шепчутся за ваши спиной. Все, что мы смотрели. А теперь, что о вас думают? Что о вас думают? Так, прямая связь с высшими и прогресс. Ну вот, что о вас думают. Первая карта называется связь с высшими. Вторая карта называется прогресс. Вот о вас как раз кидут. То, что я и говорила в самом начале, что наконец-таки, что знаете, как будто вам помогли свыше. Вот это вот наконец-таки, наконец-таки произошел вот этот коннект, этот контакт, что человек, смотрящий эту позицию, да, он наконец-таки услышал ответ свыше. И наконец-таки свыше услышали, как будто бы молитвы и просьбы этого человека. Вот здесь, вы знаете, ощущение того, что вот вас как будто бы вытащили. Представьте, что вас бросает в вольер с дикими львами, и вы вот в этом страхе должны что-то сделать. И как будто бы вам говорят, ты принимаешь или не принимаешь. А раньше вы как будто бы отказывались от решения. Но вас поставили в какую-то такую обстановку, что вы вынуждены были сказать да. А потом уже, когда сказали, ну, когда говоришь А, говоришь и Б, да, то есть по-другому как будто бы не может быть. Иногда это опять-таки метафора того, что есть люди, которые например, могут взять человека, который не умеет плавать, да, и столкнуть его куда-нибудь там в бассейн, либо в речку. в плане того, что вот в критический момент, да, твое тело как-то мобилизируется, и ты начинаешь двигать руками, ногами, не то что ты научаешься плавать, но по крайней мере вот как-то сам себя спасаешь, что ли, вот инстинкт самосохранения срабатывает. Вот. И некоторые считают, что вот таким образом человек может научиться, если он, ну, знаете, как столкнешь тебя со страхом. То есть вас столкнули как будто бы с вашим страхом, с вашими иллюзиями, лицо к лицу. И там уже нету другого, другого шанса, другой возможности поступить как-то иначе. И это вот как раз-таки поспособствовало вашему прогрессу, да, то есть вот то, что вы не могли раньше сделать. И вот этот вот, вот этот вот барьер, который был преодолен, о котором я ранее говорила, вот это есть внутри себя. Вы преодолели какой-то барьер, потому что вас столкнули лицом к лицу, с тем, что... Нет, вот на этой колоде посмотрю. С тем, что вас, вам мешало, да, и вот это поспособствовало вашему прогрессу. Вы как будто бы получили какую-то информацию, которую очень долгое время ждали. Я спрашиваю, о чем здесь связь с высшими. Да, и вот, и она пришла, и она пришла как-то, знаете, легко и неожиданно тогда, когда вы были вообще не в ожидании, не случайно я сказала, что вот вы ответ увидели в реальном мире, да, то есть как-то, знаете, человек, который долгое время молится, молится, и потом уже говорит, да, ничего не происходит, и уже забыл про это, а потом, оп, идет как-то, и через какое-то время то, о чем он молился, он это получает. Вот, что ничего не бывает просто так, да, вас всегда слышат. Прогресс, что способствовало прогрессу, ну вот десятки кубков полному наполнению, вот это и было как раз-таки связано с королевой кубкой, да, кубков, что вы успокоились, то есть здесь вы и получили. Обнуление шут, наконец-таки оно произошло. Почему? Потому что когда мы чему-то противостоим, сопротивляемся, мы для того, чтобы сопротивляться, мы вкладываем туда много сил, вместо того, чтобы направить свои ресурсы, свою энергию на что-то другое. А здесь получается так, что если я поборол вот то, чему я противостою, поборол в плане того, что я это отпустила, я прекратила этому сопротивляться, то энергия, которую мы вкладывали на то, чтобы сопротивляться, она высвободилась. И ощущение вот этой вот наполненности появилось, потому что я ее не сливаю на борьбу, а я ее уже направляю в нужное мне русло. Вот. И отсюда вот этот вот прилив энергии, прилив эмоций, и обновление пошло. Да. Обновление, и пошли то, чего вы больше всего боялись. Вот это вот коммуникации. Коммуникации даже как конкуренции. Не просто общение, а именно конкуренция. Вы внутри себя ощутили конкурентоспособным в том деле, в котором, возможно, раньше были неуверенные. То есть вы ощутили в себе силу, ощутили в себе прилив, прилив энергии. Вот таким человеком, это вот то, что я все описывала, это то, что ваш путь, как увидели люди со стороны, за вашей спиной, быть может, то, о чем они шепчутся. И то, что о вас думают. Вот такой у меня был расклад для вас. Всего вам наилучше. Я просто, знаете, я иногда проваливаю себя, потому что у меня нет выходных, я работаю каждый день. И у меня такое ощущение, что, боже, какой же день сегодня? Ну, провал в памяти. Пожелаю вам всего самого наилучшего. Всем пока-пока.